У нас в лендинг-пэйдж играет основную роль три вещи. Первое – это УТП или идея подачи предложения, я его так еще называю, уникальное торговое предложение. Причем предложение нужно правильно подать. И второе – схематичность и последовательность. Третье – это копирайтинг. Копирайтинг – это, наверное, самая больная тема, которая есть в лендинг-пэйдж, потому что зачастую то, что люди пишут, что иногда хочется выколоть себе глаза, может быть, порезать себе лицо или еще что-то. Это, наверное, не лечится на самом деле. Лечится – это только опытом. То есть на 10-м, на 20-м лендинг-пэйдж. Просто если открыть какой-нибудь лендинг-пэйдж за 2012 год, который я сделал, наверное, я бы никогда в жизни с него не купил. То есть первые лендинг-пэйджи, если я их не копировал, допустим, большинство людей все равно начинают свой путь в лендинг-пэйджах с копией какого-нибудь лендинга, а потом его допиливать, ну, доделывать чужой. В 2012 году копировать было нескольо, поэтому делали мы сами как могли и развлекались как могли. Поэтому, конечно, тоже глаза можно было себе выкалывать со спокойной душой. Во всяком случае, сейчас, смотрев на старые свои лендинги. Но с УТП и со схематичностью и последовательностью здесь все очень просто, потому что на это можно дать инструкцию. На копирайтинг крайне сложно, потому что копирайтинг зачастую на странице упирается в цифры и в грамотное построение речи без левых каких-то слов. Начнем с чего? Давайте сейчас я УТП немножко отложу, потому что я знаю, это вот самая больная, наверное, тема. Я начну с главной цели лендинга и дальше пойду по этим 10 пунктам, потому что это основные моменты, которые вы должны для себя понимать. Первое. Это главная цель вашего лендинга. Если открыть свой лендинг, и вы посмотрите на него не со стороны маркетологов, а это тоже очень большая проблема, потому что большинство людей, которые рано или поздно начинают делать лендинги, они думают не о своих покупателях, а думают, мне надо сделать лендинг как у него, или лучше, чем у него, или склеить два лендинга из одного. Зачастую, просто поставьте несколько плюсиков, если это так. Вы зачастую так задумываетесь. Вы очень редко задумываетесь о том, что действительно болит у покупателей. Я даже больше скажу, что мы совсем недавно с Мишей обсуждали эту тему. Мы начали отходить от темы, что тревожит вас, как покупателей, потому что рано или поздно вы станете нашими покупателями. Деваться некуда. И мы начали думать о чем-то другом. Вот даже я начинаю гоняться, в основном за каким-то неведомым таким демоном. Я пытаюсь сделать что-то, что нет на рынке, например. То есть пытаюсь сделать не то, что нужно вам, например, в продукт какой-то, а сделать продукт, которого просто нет на рынке. Это вот тоже зачастую проблема многих предпринимателей, даже опытных. То есть мы не думаем о своих клиентах. И так как у клиента, в принципе, в мозгу только несколько постулатов, три из них основных – это цена, качество и сроки. Да, я вот зачастую вам могу 100% дать гарантию, что айфоны не покупают, потому что они просто дорогие. Не потому что они говно, а потому что они просто дорогие. А говно они, потому что очень дорогие. Именно с этим все связано. Да, айфоны могут быть качественные и привезти их вам могут за час, но цена из-за того, что цена очень высокая, их не покупают в большом количестве. То же самое со всеми остальными предложениями. По факту вы пытаетесь покупателю вложить в голову, что этот товар ему нужен или услуга. И одновременно та цена, которая есть на данный момент, это цена за услугу, и она адекватная. Вот здесь очень важный постулат. То, что тоже зачастую люди это не понимают. Люди пытаются сделать, показать человеку, что они красивые, что они умные, я имею в виду вас, конечно же, рекламодатели, что вы 10 лет на рынке, что у вас есть покупатели и прочее. Но вы ни в коем случае не говорите человеку, да, та цена, которую вы заплатите, это адекватная цена на рынке. То есть, да, человек, любой адекватный сейчас, который заходит в интернет, он начинает сравнивать. Например, цена 10 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч. Например, лендинг можно сделать на конструкторе, как большинство из вас делает, за 2, за 3 тысячи. Кто-то делает за 10, за 15, кто-то делает за 100 тысяч. И цену в 100 тысяч, например, ее нужно обосновать. То есть, за 2 тысячи можно там не обосновывать, просто объяснить, что, ребята, 2 тысячи, лендинг пейдж, 2 тысячи, лендинг пейдж. Там ничего обосновывать не надо. Если цена адекватная, то нужно просто ее обосновать. То же самое относится к качеству и к срокам.